Здорово, ребята! С вами «Спорт без причины» и в пятницу 6 марта в Алматы пройдет турнир ACA 105, на котором со главной поединки выступят Расул Мирзаев и Арман Аспанов. Ребят, а на нашем канале проходит конкурс каждые два месяца. Мы разыгрываем теперь уже 12 тысяч рублей между тремя победителями. Чтобы участвовать в конкурсе, нужно подписаться на канал, оставлять комментарии под всеми видосами и, конечно же, ставить лукасы. Желаю, конечно же, вам удачи, а мы продолжаем. Как вы понимаете, нам интересно, как будет выступать на данный момент Расул Мирзаев. Все знают его супер старую историю, но мы все же расскажем, так сказать, больше о его карьере и детстве. Расул Мирзаев родом из Дагестана. В детстве Расул постоянно болел, но при этом был очень активным и непоседливым ребенком. А из-за того, что семья постоянно переезжала, Расул часто дрался с другими детьми, чтобы самоутвердиться в новом месте. Как вы, наверное, догадываетесь, так же он поступил и гораздо позже. В 7 лет Мирзаева вместе с братом отдали в спортивный интернат, где он начал заниматься боксом. Там он продолжил плохо себя вести, несколько раз сбегал и в итоге его забрал к себе дядя. После этого Расул начал заниматься вольной борьбой. Сразу же после школы Мирзаев ушел в армию, где продолжил свои тренировки, а также начал заниматься армейским рукопашным боем. Профессиональную карьеру в ММА Расул начал в 2009 году. Он оставался непобежденным до 2016 года, пока не встретился в октагоне с Ливаном Макашвили. Тогда Расул впервые проиграл единогласным решением судей. Последний поединок тоже закончился поражением. В прошлом году он дрался с Шамилем Шахбулатовым и проиграл нокаутом в первом раунде. Только сейчас Расул прокомментировал тот бой. Такие поражения в нашем спорте бывают. Переоцениваем свои возможности и получаем иногда сюрпризы. Не бывает спортсменов, которые не падают. Все для чего-то делается, но не от нас все зависит. Мой бывший соперник молодой. Дорогу молодым я не против. Всего на счету у Расула 18 побед и 2 поражения. А помимо успехов в ММА он известен своим мировым чемпионством по самбу и панкратиону. Соперник Мирзаева Арман Аспанов. Возможно не так популярен в России, но также имеет на своем счету немало спортивных достижений. Арман казахский боец-воспитанник южно-казахстанской школы самбо. Он является чемпионом мира по боевому самбо, трехкратным обладателем Кубка мира по боевому самбо и чемпионом Азии по бразильскому джиу-джитсу. Боец тренируется под руководством знаменитого Грека Джексона в его академии. Там же тренируются Джон Джонс, Андрей Орловский, Алистара Верим и другие. Профессиональную карьеру Арман начал в 2012 году и до 2017 у него не было ни одного поражения. Впервые он проиграл на турнире ACB 69 бразильцу по имени Тиаго Луис Бонифацио Сильва. С тех пор он выступает не лучшим образом и в последних трех поединках проигрывал дважды. Все на его счету, 9 побед и 3 поражения. В предстоящем поединке Османов выступает аутсайдером. Возможно именно потому, что в последнее время его преследуют неудачи. Коэффициент на его победу у нашего партнера Марафон составляет 2.29, а на победу Расула 1.61. Если вы поклонник спорта, заходите на сайт Марафона, там всегда есть что-то интересное и всегда есть линии на ММА. А еще в этом году Марафон во второй раз был признан самым надежным букмекером в России. Такие вот дела. Но вернемся к нашим героям. Чего же нам ждать от этого поединка? У Аспанова очень сильная мотивация на бой. Он жаждет попасть в UFC, поэтому сделать все возможное, чтобы победить. Известно, что этим летом промоушен собирается провести турнир в Нур-Султане. Если Арман победит, то его шансы на подписание контракта заметно выросут. Мирзаев в последнее время стал выступать гораздо реже. За последние два года он провел всего лишь два поединка. Его сильной стороной всегда была ударная техника. За карьеру он 10 раз побеждал нокаутами, но и в партер он тоже неплох. Три из его побед были добыты сабмишинами. Арман также хорош и стойкий, является ярким нокаутером. Семь своих побед он завоевал с помощью нокаутов. Но в борьбе преимущество все-таки будет на стороне Мирзаева. Нас ждет яркое противостояние двух ударников, и бой должен быть интересным и зрелищным. Подготовка к бою идет тихо-мирно. Это вам не Исмаилов с Емельяненко. Никаких перебранок, случайных встреч на лестнице и арестов. Даже дуэль взглядов прошла в дружелюбной атмосфере. Но, как мы все знаем, а для тех, кто не знает, все-таки расскажем, прошлое Мирзаева несколько более интересно. И отчасти именно это повлияло на его узнаваемость. Например, в 2011 году отдых в ночном клубе закончился потасовкой и скорой смертью одного из участников. Студент Дегвана Гафонов нелестно отозвался о девушке Мирзаева и получил за это по голове. Иван упал, потерял сознание, но затем очнулся и вернулся к друзьям. Сразу же стало понятно, что ему здесь совершенно не станет лучше. Потребовалось госпитализация и через 4 дня Иван скончался. Потребовалось 5 экспертиз, чтобы доказать отсутствие связи между ударом спортсмена и смертью Агафонова. Совершенно не связанные друг с другом события. Тем не менее, боец получил 2 года. В зачет пошел срок, проведенный в предварительном заключении. Но на этом истории с Мирзаевым не закончились, потому что в 2016 году произошел еще один случай. На этот раз жертвой стал сам Мирзаев. Он подвергся нападению трех человек. Его ранили из травматического пистолета, целились в голову, но попали в плечо. Мирзаев рассказал, что так ему отомстила компания, представлявшаяся фанатами Хабиба Нурмагомедова. Расул сделал ему замечание в ответ на грубость в адрес Артема Лобова, с которым пришел в клуб. В общем-то удивительно, но Лобов в ночных клубах ведет себя абсолютно, видимо, адекватно. А вот у Мирзаева как-то все время не задается. Конечно же, отвратительный пример совершенно не спортивного поведения, который его преследует до сих пор. А с вами был Спорт без причины. Подписывайтесь на канал, ставьте лукасы. Ждем вас в ближайшее время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!